Но сначала надо разойтись и потом начать, а не так, как сейчас, понимаешь, сейчас, которое происходит лицемерие, когда с одной стороны нам говорят, что вот Сталин какой нехороший, вот у нас был съезд 56-го года, вот он такой плохой. Тема не умерла, тему мы хорошо помним и мы будем о ней напоминать, иншалла, она никогда, эта тема не умрет, как бы они не пытались ее похоронить, я очень хорошо помню этот день, я как раз тогда после этого ракетного удара попал на этот рынок, я помню. Тумса на днях был в паспортном улице Садаева, Грозный, искусственно создают очереди, чтобы собирать кэш с народа, люди стоят в очередях, даже ночью, чтобы сохранить свою очередь и попасть вовнутрь. Брат, это вообще не удивительно, дело в том, что вот эта вот контора, которая выдает паспорта, это же, наверное, одно из самых после ГАИ, это, наверное, второе по коррумпированности, это ужасно коррумпированное место, это просто это место, где стригут деньги, они для этого приходят туда на работу, не для зарплаты, они живут чисто на том, что стригут эти деньги. А помните, именно с этой конторой был такой скандал, когда кто-то написал в инстаграме, я не помню что, но что-то связанное с деньгами, с коррупцией, с чем-то, и потом Кадыров, как обычно, устроил разборку там, и оказалось, что тот, кто написал, пожаловался, он был полностью оказался виновным, а там никакой коррупции и нет. Вот вам и ответ, да, на вопрос. Я ходил в паспортный стол угроза, там сидел одна тупица, которая сказала мне, что надо прийти через полгода, типа очередь, я за 7 тысяч сделал за 2 недели. Она тебе для этого это и сказала, чтобы ты заплатил 7 тысяч и сделал через 2 недели. Тумса, почему в твоем очкире не может быть вместе с Россией? Да потому что 400 лет истории грязного террора в отношении нашего народа, понимаешь, поэтому не может, как говорит Закаев, я вот с ним полностью в этом согласен, он говорит, чтобы объединиться, не объединиться, а чтобы пойти друг другу навстречу в каких-то вопросах, какие-то договора союзничества, какие-то отношения иметь, нам нужно сначала разойтись полностью, кардинально разойтись в разные стороны, а потом уже начать какие-то действия, работы по... В любом случае нам нужно жить по соседству, и нам в любом случае надо жить нормально, иметь какие-то отношения соседские. Но сначала надо разойтись и потом начать. А не так, как сейчас, понимаешь, вот это сейчас, которое происходит, лицемерие, когда с одной стороны нам говорят, что вот Сталин какой нехороший, да, вот у нас был съезд 56-го года, вот он такой плохой. А с другой стороны нам говорят, 23-го февраля будете праздновать, попробуйте упомянуть его в этот день о вашей депортации. Понимаешь, вот эти войны и стандарты, они так невозможно выставить отношения с народом, просто невозможно. Между нами будут нормальные отношения, когда российское руководство, как германский президент День Холокоста стоит с опущенной головой в Израиле на мемориале этого жертв Второй мировой, вот так же, когда российское руководство будет 23-го февраля присылать телеграммы, высказывать свое негодование, свои извинения, вот тогда между нами, может быть, будет нормальное, какое-то нормальное отношение соседское. Но так нет, так никогда не будет. Раузан Бакаев говорит, объединять людей нужно на почве национальности говорить. А всех людей разные взгляды, и для объединения нужно слушать всех, а не разделять на суфиев, салафитов и так далее. Раузан Бакаев, ну вперед, делайте, делайте, мы посмотрим, как вы объедините на почве национальности. Объединяться нужно исключительно на убеждении, на правильном мангаджи, на правильном пути. На мангаджи пророка, мир ему и благословение Аллаха, нужно объединяться. Нужно объединяться на Уране и на Сунне, и не разделяться по причине национальности, тейповости и так далее. Вот ты сейчас говоришь, что нужно объединяться на почве национальности. А кто-то другой скажет, нет, не нужно на почве этого тейпа, нужно объединяться. Другой скажет, нет, не на тейпа, а там гора, вот этой ветви. Кто-то скажет на фамилии, на семье. А как ты ему докажешь? Как ты это сделаешь? А у меня есть доказательства, понимаешь? У меня доказательства, это Уран. Аллах говорит, держитесь крепко, заверь в Аллаха и не разделяйтесь. Он говорит, не говорит, держитесь за национальности, за какие-то иные вещи. Держитесь, говорит, крепко, заверь в Аллаха. Я за то, чтобы нас, ногчи, не делили кому угодно. Мы простой люд и нас называли, делили на дудаевцев, басаевцев, басановцев, дургаевцев, ландемировцев и теперь кадыровцев. Я говорю о другом. Мы просто, просто ногчи. Нет, мы не просто ногчи. Мы просто ногчи, мы быть не можем. У нас есть определенные убеждения у каждой группы и это самое главное у нас. И если какая-то группа носит убеждения российских завоевателей, то они такие же, такие же россияне, как и любые другие. Объединяться с этими людьми просто из-за того, что они являются ногчей. Да пусть они будут из моей семьи даже, моими родственниками. Я не буду с ними объединяться. Мы с ними далеки, как запад, далек от востока. Да, мы с ними где-нибудь там на похоронах, там месте посидим, может быть, в одном кругу. Примем соболезнования людей, приходящих. Но все, это максимум. У нас не будет больше никаких с ними разговоров, не будет никаких общих дел с ними. Нет, между нами вражда. Ассаламу алейкум араматаллах. А скажи, во вторую чеченскую был обстрел рынка в Грозном, система и земля-воздух. Почему тема умерла? Это столько мирных людей погибло. Ассаламу алейкум араматаллах. Тема не умерла. Тему мы хорошо помним и мы будем о ней напоминать, иншаллах. Она никогда, эта тема, не умрет, как бы они ни пытались ее похоронить. Я очень хорошо помню этот день. Я как раз тогда, после этого ракетного удара попал на этот рынок. Я помню этот ужас. Это были не земля-воздух, это были ракеты класса земля-земля, по-моему. Это было просто чудовищное преступление российского режима по отношению к чеченскому народу. Это было целенаправленное уничтожение мирных людей. Целенаправленное. Они целенаправленно ударили по рынку. Это не был никакой военный объект. Рядом нигде не лежал военный объект. Это было ужасное преступление, чудовищное.